Нет, это не означает, что социофобия у тебя ушла полностью, потому что ты как раз и написал. Что ты написал? Ты написал, что в какие-то моменты твоя социофобия снижалась, да, либо выходила полностью, ну, вряд ли она выходила полностью, скорее всего, она действительно у тебя снижалась. Тревожность твоя в социуме была на каком-то там, пусть будет по 10-бальной системе, ну, например, 2-3 балла. А была до этого всегда 10, да, и вот почему-то вот ты вот сегодня вышел на улицу и такой, вау, вообще классно. Либо там общаешься с друзьями, и там тоже, вау, социофобии нет вообще никакой. Но, нюансы, да, она же потом все равно у тебя вернулась обратно. Вот это очень важный нюанс. И ты говоришь, что получается, что исходя, да, вот из этого опыта, ты думаешь, что ага, значит, все-таки можно воздействовать на социофобию без каких-то вот вмешательств со стороны техники, что она может убраться сама, не нужно долго что-то перепрограммировать. Это все может уйти само. Просто главное найти вот эту волшебную таблетку. Да, я считаю, что ты соединил несоединимое, да, то есть ты вывод сделал неправильно. Сейчас объясню, ты все поймешь. Смотри, твоя социофобия или твое тело, или твоя тревога зависит от твоих гормонов, да, от твоего состояния. Это тоже очень важно. Потому что, допустим, если ты влюблен, допустим, ты идешь по улице, у тебя есть социофобия, идешь по улице с девушкой, вы еще не целовались, и вот ты с ней поцеловался, да, первый раз поцеловался. Потом вы все попрощались, ты сел в маршрутку, либо машину и поехал, и ты вот, а тебе девушка это очень нравится. Или ты после того, как поцеловал, пошел пешком прогуляться решил. И в этот момент у тебя там такой бульон из гормонов, что тебе все равно, кто там о тебе что думает, что там какая-то тревога у тебя в теле, у тебя ничего нет. В этот момент у тебя долбанул мощный гормон, да, и окситоцин там врубился у тебя, дофамин, дофамин и всего, все, 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 там очень такой крутой бульон у тебя врубился. И даже адреналин вышел, но и то адреналин был такой приятненький, да, и кортизола практически не было. Плюс сексуальность, возбуждение может быть у тебя включилось, и все это гасит, естественно, социальную тревожность, потому что у тебя пик гормонов очень сильно поднялся, и ты такой вау. И ты можешь в таком состоянии находиться не один день, потому что влюбленность не проходит сразу, да, ты там периодично с ней проводишь время, и на этот промежуток времени, пока ты с ней не займешься сексом, либо пока ты с ней много не займешься сексом, у тебя вот это состояние будет с тобой, да, вот этот бульон. Но постепенно этот бульон снижается, снижается бульон, гормоны стабилизируются, что с тобой опять происходит? Опять возвращается твоя социальная тревожность. Так вот, она не возвращается, она была с тобой всегда, просто из-за гормона, вот из-за этих всплесков у тебя эти состояния уходили на некоторое время, вот это самое главное. И получается что? Тогда можно задать вопрос другой. Дима, значит можно за счет гормонов, гормональной системы убрать социальную тревожность? Да, я считаю, что можно, но это бесконечно, ты будешь колоть разные препараты, да, ты будешь там, не знаю, хотя ребята кололи даже тестостерон в большом количестве, у них он вообще преобладал, там за 100 уходил, общий тестостерон, насколько я помню, но социальная фобия не уходила в любом случае. Я к тому, что можно на препаратах сидеть, но ты будешь сидеть на препаратах пожизненно. У тебя в любом случае социальная фобия, она никуда не денется, она не перепрограммируется, потому что надо перепрограммировать еще мышление, да, если сидеть на вот этом бульоном супе, да, вот этом бульоне гормонов, это не значит, что у тебя мыслительный процесс не остановится. Да, они могут остановиться и видоизмениться и перепрограммироваться, если, например, ты сидишь на гормональной системе и побеждаешь, ты подтверждаешь, что ты может быть другой, что все может быть классно, но есть один нюанс еще, тоже очень важный. Ты же знаешь, что ты сидишь на гормональной системе, и ты знаешь, что ты другой только тогда, когда сидишь на гормональной системе, и даже у тебя может произойти перепрограммирование ума, потому что ты понимаешь, что мир другой. Но самая фишка в том, что когда ты уберешь гормоны, перестанешь, например, колоть что-то, у тебя мозг скажет другую мысль. Так, я сидел на гормонах, я изменился, гормоны ушли, значит, я поменяюсь обратно, я получу откат. Вот, ты сам начинаешь верить в этот откат, ты возвращаешься обратно в систему социофобии, ты опять социофоб. Другой пример, это может быть не девушка-влюбленность, это может быть просто ты выспался, у тебя очень хорошее настроение, тоже это гормональный всплеск, да, может быть ты хорошо покушал, это тоже возможно, а помимо этого друзья тебя куда-то позвали, ты хорошо потусил. Ну, то есть, опять же, какой-то бульон гормональный у тебя получается, может быть, это девушка, что угодно, и действительно, социальная тревожность может быть на час, на два уйти, но потом она все равно возвращается обратно, понимаешь? Потому что все взаимосвязано, мы не можем просто постоянно на бульоне там жить, да, он приходит и уходит, и этот бульон не помогает, он просто убирает признаки социальной тревожности или заглушает их, да, что-то вроде допинга такого. Но у тебя все равно все внутри есть, и надо работать систематично и правильно. Мы работаем с телом, мы работаем с эмоциями, мы перепрограммируем мозг, это очень важно, и тогда социальная тревожность действительно снижается, и мы уже не гоняемся за этими гормонами, за этим супом и так далее. Так, еще раз перечитаю вопрос. Может ли уйти социофобия сама и без долгого перепрограммирования? Нет, не может. Это я как раз ответил на вопрос, потому что это именно твои гормоны повлияли на то, что социальная тревожность снизилась. Но она не ушла. Так, еще. Да, нейронные связи нужно переписывать дольше, и в идеале нейронные связи переписываются, почему я говорю, что достаточно моей практики 3 месяца. Ну, у нас, у меня достаточно много ленивых учеников, и они не делают за 3 месяца, но вообще в идеале это 93-94 дня, чтобы полностью перепрограммировать мышление и убрать в себя социальную тревожность. Этого времени достаточно, некоторым даже бывает быстрее достаточно времени, за 64 дня они это делают. Ну, в общем, надеюсь, это понятно, и я надеюсь, вы не будете гоняться за разными там гормональными системами, типа что-то колоть себе, потому что это только во вред. Также напоминаю, что если вы будете что-то искусственно себе колоть, этот организм сам перестанет вырабатывать это. Именно вот те гормоны, которые вы колете, если вы хотите, например, как-то освободиться от социальной тревожности. Поэтому я считаю, что это невыгодно. Плюс еще сами гормоны стоят очень дорого, плюс еще к врачу нужно ходить контролировать ваши анализы. В общем, это все искусственно, очень дорого и проще пройти курс терапии по уборке, по ликвидации социальной тревожности, чем вот этим безумием заниматься. Продолжение следует...